После двух первых дней футбольных соревнований первые строчки турнирной таблицы занимали команды ОМК и Урал Меткома, набравшие по 9 очков. У Лебединского ГОКа 6, но игра в запасе. Рудстрой и Уральская Сталь заработали по 3 очка. Михайловский ГОК и команда управляющей компании Металл Инвест замыкали турнирную таблицу с баранками. Третий день состязаний открыла игра футболистов Лебединского ГОКа и управляющей компании. Лидер играл с аутсайдером, но все 20 минут команда УК прекрасно организовывала оборону и очень грамотно устраивала контратаки. Первый тайм 0-0 и это сенсация турнира. ГОК проснулся после перерыва и на 23-й минуте встречи распечатал ворота управляющей компании. УК не сломалась, старалась наладить атакующую игру, но не смогла совершить чуда. У нас почему сейчас улучшается игра, потому что мы же консолидированы из двух городов, из Москвы и Старого Оскола. Большая часть коллектива из Москвы и пока мы немножко сыгрались, друг друга начинаем немножко понимать, слушать. И, ну конечно же, вечера нас сплотили немножко, поэтому вот уже какой-то жизнерадостный результат, хоть и мы и проиграли. Все наши игроки получили положительные эмоции, даже проиграв, но это же 1-0 они. Как уже всем известный результат 14-0, благодаря которому мы стали медийно популярны. Уральская сталь и Рудстрой – принципиальная игра, команды которой находятся на одной строчке в турнирной таблице. В середине первого тайма затяжной штурм принес уральцам заветный гол. Рудстрой бросился отыгрываться, но безуспешно. Во втором тайме команда Уральской стали еще одним голом в конце встречи, доказала, что она лучшая. Традицию побед Металургов продолжила команда ОМК. В матче с футболистами Михайловского ГОКа игроки в красных футболках доминировали. На первых минутах открыли счет и не давали атаковать противнику. Не унывали только болельщики Горняков. Михайловский ГОК! Но это не помогло. Во втором тайме команда ОМК забила еще один гол и спокойно довела встречу до победы. Одна из ключевых игр лидеров – «Лебединцы» против «Урал-Меткома». И сразу, без разведки, обмен очень острыми моментами. Казалось, что соперники копили силы для этой встречи. Скорость и сосредоточенность на пределе. На 12-й минуте серия атак Горняков завершилась многоходовкой и голом. А через три минуты «Урал-Метком» взрывается скоростной контратакой и оставляет беспомощным вратаря «Лебединцы». За секунду до окончания первого периода Горняки сбивают нападающего у МК, у штрафной, и получают голевой стандарт в девятку. Второй тайм. Жесткая игра, масса предупреждений, желтых карточек, острых моментов и фантастические сейвы вратаря «Урал-Меткома», который к концу игры был истощен морально и физически. Конечно, не знаю даже, как сказать. Сейчас соберусь с мыслями. Не, были моменты, да, когда приходилось выручать команду. Первая минута, обрез нашего защитника, нападающего валится один в один, касанием бьет правый угол. Ну, выручил. Вот, среагировал. Вот этот момент, я думаю, был самый такой ключевой. Ну, и во втором тайме был, конечно, моментик тоже. Пришлось там подвыручить. Ну, ребята все молодцы, конечно, били сегодня друг за друга. Были, конечно, потому что играли без замен. Вот, на усталости играли уже не первый день. Сегодня еще одна важная игра. Конечно, нужно и оставлять на нее силы. Встречей равных по силе соперников можно назвать игру «Уральской стали» и «Михайловского гока». Обе команды много комбинировали. Первый тайм завершили со счетом 2-2. Во второй половине встречи футболисты не снизили темп. «Уральская сталь» была чуть-чуть удачливее и реализовала одну из комбинаций. Горняки устроили массовый штурм ворот металлургов, но не добились успеха. 3-2 в пользу «Уральской стали». Команда управляющей компанией дала еще один достойный бой. В упорной борьбе с футболистами Рудстроя, ведя поединок на равных и закончив его со счетом 0-0. Первая ничья на Спартакиаде. Игру ОМК «Урал-Метком» можно назвать финальной. Тут решалась судьба первого места. Дома и стены помогают. Первая комбинация и мяч в воротах «Урал-Меткома». Ответные атаки разбиваются о защиту и отличную игру омковского вратаря Дениса Коршикова. Первый тайм 1-0. Среди поддерживающих команды болельщиков присутствовали генеральный директор «Металл Инвеста» Андрей Варичев, член совета директоров Павел Митрофанов и управляющие директора предприятий компании. Трибуны сосредоточенно следили за дуэлью двух равных соперников. Второй тайм, 12-я минута, нарушение в штрафной, пенальти в ворота «Урал-Меткома» и вратарь бессилен взять такой пушечный удар. 2-0. Последний штрих портрету – это игра с «Лебединским гоком», да? Ну, у нас задача только победа. Сзади ноль. Настраиваться будем, как говорится, под режимем. Последняя игра, надо первое место занимать. Ну и, как говорится, чтобы кубок ОМК по футболу остался здесь. Команда ОМК выбивается в лидер и является самым вероятным претендентом на первое место. Но все решится в последний день состязаний. Продолжение следует...